Помощник садовника, почтальона, соцработника. В свои 16 Илья Новиков освоил АЗы сразу нескольких профессий. Решили с друзьями, ни один день каникул не должен пропасть зря. И пошли устраиваться на работу. Я, конечно, отдыхать много не люблю, поэтому я решил, что-нибудь заняться. Вот и подработка рядом, это вроде неплохая идея. Честно заработанные деньги Илья делит пополам. Одной частью пополняет семейный бюджет, другую тратит на свои мальчишеские развлечения. А вот Степан Почтарев зарабатывает на свою мечту. Просить деньги у родителей уже неудобно, говорит юноша. Заработать и купить – вот это по-мужски и по-взрослому. Я коплюсь там на телефон. Мне просто нужен был телефон, я уговорил тренера, чтобы он меня на него наработал. Все официально и без обмана. Практика брать на работу занимающихся в спортзале организации «Спутник молодых людей», таких же, как Степан, показала себя с лучшей стороны. Во-первых, воспитующее значение. Они сами убирают свой спортзал, они не мусорят, они сами чинят свой инвентарь, они его берегут. И второй момент – это, в общем-то, и экономия, и самой организации. И для молодежи дает какую-то копейку для приобретения каких-то спортивных, своих принадлежностей, спортивной формы. Свои вакансии подросткам предлагают и другие предприятия и организации города. В молодежном центре Самарский эти предложения собирают и трудоустраивают молодежь от 14 до 30 лет. На время каникулы или по гибкому графику, чтобы школьники и студенты могли совмещать работу с учебой. Раньше не очень, года три назад неохотно шли, как бы опугала работа на промышленных предприятиях города, потому что мы направляем большую часть ребят туда. Сейчас все равно даже родители обращаются с просьбой, чтобы ребенка направить в телепрофориентацию на промышленные предприятия города. С нами очень хорошо работают такие организации, как завод приборных подшипников, авиакорп, прогресс. То есть реально обучаем нужной профессии. В этом году предприятия подготовили большой фронт работ для подростков и предупреждают, отсидеться в офисе не получится, за зарплату придется потрудиться. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События.